Друзья, милые и драгоценные для нас зрители, мы рады, что вы с нами сегодня делите другую общую радость. Ибо и юбилейный замечательной балерины, удивительного человека и прекрасного педагога, это общая радость. Вы знаете, она появилась в этом театре в 1965 году. В апреле был построен спектакль ее «Балет. Жизель», на котором она с блеском выступила, а по счастливой встрече в следующем спектакле был министр культуры Ильяс Умара. Если вы помните, еще не забыли, что наш город был тогда не только южной, а единственной столицей нашей прекрасной Родины. А вот. Он и пригласил ее. И уже в октябре в нашей трубе появилось это замечательное балерин с великолепной репертуаром, подготовленной с самым лучшим мастерами. И в 29 октября мы уже танцуем спящую красавицу. С примером балета, он в облике Мукарай, он очень делировал. И так пошла ее жизнь. Они вдвоем с Сарой Бесней Букшевая делили весь репертуар нашего театра. Но счастливые встречи не кончаются на этом. В 66-м году наш театр приезжает по окончании Московского хореографического училища. Армазан Баба. Уже тогда город Международного конкурса Баба. И, конечно, удивительно одаренный танцовщик. А поскольку у нас тогда был единственный балетный зал, то не встретиться просто невозможно было. Что и случилось. На одной из репетиций они были вместе в зале. Она попросила помочь в дуэте. Так завязалось знакомство. Ровно через год, в 67-м году они танцуют. Балет в Почсарайский фонтан. Если бы увидели тогда, какой это был спектакль. Ведь это Восслав и Мария, они танцуют о горячей любви этих двух молодых свидетельцев. Но надо было быть, видеть, какая это была любовь. Потому что в этот момент уже зародилось глубокое чувство мертвения. И этот спектакль был истинным праздником любви. Это был грандиозный успех. Потому что Рамазан танцовал выше всяких всех похвалу. Ибо, естественно, это был его дебют. И это был дебют, который был украшен этим замечательным чувством. Так и пошло. А через год они пожелились. А потом этот дуэт танцовал песни, что надо отдать должное днем ее будущей опытной танцовщице. Она поймала его как можно быстрее подготовить, выучить весь этот виртуар. Сами понимаете, это сложный процесс. На который иногда уходит месяца и даже дольше. А поскольку они были вместе, то это пошло очень быстро. Ибо она все знала, она им помогала везде и во всем. Так родился замечательный дуэт, который страцевал весь репертуар в этом театре. Украшал этот театр. И до сих пор в нашей памяти это самый лучший дуэт театра. Так было и так останется, думаю, и навсегда. Никогда не забыть. Никогда не забыть. Уникальный совершенный спектакль. Опять же, что здесь. Это был 1975 год. Это были гастроли в нашем далеком родном Петропавловске. Который захудал провинции. И не было даже толку театра. И мы работали в зеленом, так называемом театре, то есть парке. На обычной летней сцене. Где почти нет оборудования. Ничего нет. И на этой сцене шел в спектакле. И именно же сзади. И приезжает Рамазан. И можете себе представить обстановку. Знаете, как зритель не издал. Это все на улице практически. В конце последних редакций стоят ребята, покуривают, общаются, высказывают какие-то пескоплезности о балеринках и так далее. И вдруг появляются они. Начали она. А потом он. Это кончилось тем, что во втором акте на спектакле была гробовая тишина. Люди молчали. Люди хотели видеть. Это замечательный трек. И когда спектакль завершился, и она исчезла на непытии, а он пошел, зритель, на рамку, в последнем своем жесте отчаяния и прощания с ней, зритель замер и не шевелился. И даже когда сам из-за колеса, этот несчастный, знаете, ручки вот так откроются, да, за скрипом, вот, все равно люди молчали. Насколько они были поражены. Эти нечувствия, эти...